Свободу Баладарскому! Свободу Баладарскому! Сейчас несколько слов о юридической стороне дела, о том, как тут развивается именно юридический момент. Несколько слов. Несколько мы знаем, теперь у Баладарского есть настоящая нормальная ПК, так что, на самом деле, проект, наверное, уже должна была бы рассказывать она, а для нас сейчас очень радостное событие, насколько нам известно. Сегодня должно состояться заседание апелляционного суда по пересмотру постановления первой инстанции про то, чтобы Баладарскому удалить два месяца в качестве меры пресечения ареста вот здесь, в Лукьяновке. Два месяца, в принципе, абсолютно дурацкий в данном случае срок, потому что даже если поверить милиции, что тут есть состав криминального преступления, ну, даже если допустить такой абсурд, то зачем же тут два месяца что-либо расследовать, когда, во-первых, ну, минимальный вариант, это был один месяц, и можно было совершенно спокойно за один месяц, когда уже вот состав преступления налицо, можно было совершенно спокойно уже передавать дело в суд. Но, но почему-то, по слухам, во-первых, адвокат, которого предоставило государство, милиция и так далее, согласился на этот срок. Во-вторых, суд почему-то решил, что вот именно так лучше. Ну и следователь зачем-то понадобилось два месяца. Мы подозреваем, что, во-первых, для того, чтобы в очередной раз посильнее нас всех припугнуть, а во-вторых, для того, чтобы просто у следователя была возможность хоть как-то из того бреда, который у него есть на руках, да, слепить хоть какой-то криминальный отдел. Вот такой вот идиотизм. И что хочется сказать, вот сколько бы там ни лепили вариантов второй части 296-й статьи, там, не знаю, за демонтаж забора на стройке, за стеленные художественные акции где-нибудь под стенами органов центральной власти. Нас-то не испугает. Мы будем поддерживать тех, кого задержат. Если задержат кого-нибудь из нас, то опять-таки на наше место станут новые товарищи. И бороться будем в любом случае всегда до конца, пока человека не отпустят. Точнее даже так, пока не отменят то, против чего человек выступал. Пока не остановят комиссию по вопросам защиты, экспертную комиссию, обратите внимание, зарабатывающую бюджетные деньги, экспертную комиссию по вопросам защиты социальной морали. От кого? От Валдарского, как раз активного членов общества. Пока не перестанут носить дурацкие изменения, пытаться внести дурацкие изменения, тот же самый закон про защиту социальной морали. Пока вот все это будет происходить, мы не остановимся. И пока это будет происходить, пока милиция будет, скажем так, подыгрывать, пока она будет по отмашке принимать решение, ну что здесь было, там, правонарушение на одну или трое суток или, предположим, пять лет. Пока вот такой бред будет происходить в нашем, якобы, правом государстве, украинское общество на самом деле будет, вправду, приобретать какую-то нормальную мораль, да, и представление о взаимоподдержке. И то, что нас сегодня здесь немного, так это просто первая акция. Скоро будет еще одна и еще одна. И ни якобы эксперты из комиссии, ни, предположим, сотрудники МВД расслабления не почувствуют. Проще им не станет от того, что одного из нас или нескольких из нас попытаются загрести. Я вам напомню, например, так... Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо.